все видно да только немножко мелковато может покрупнее сделать достаточно мой доклад посвящен применению open cv ну соответственно задачах компьютерного зрения первая часть моего доклада будет посвящена наверное наиболее простым методом обработки изображения также основам работы с open cv думаю тогда можно начинать ну как известно open cv это библиотека компьютерного зрения с открытым исходным кодом которая применяет алгоритмы компьютерного зрения обработки изображений численных алгоритмов так вот собственно код начала работы с open cv вот у меня вначале были некоторые проблемы скорее всего с докером соответственно мне помогли и все в принципе уже работает open cv позволяет загружать изображение тремя различными способами он может загрузить цветное изображение как есть включая его альфа канал то есть прозрачность если таковая присутствует может загрузить изображение в оттенках серого или загрузить цветное изображение игнорируя прозрачность соответственно загрузка происходит с помощью функции им ритм отобразить пространство отобразить изображение можно в отдельном окне с помощью команды им шоу однако вот в ноутбуках тут отображение не происходит в каком-то плане ядро перезагружается если вот на сервере это делать поэтому в данном ноутбуке я буду показывать изображение методами matplotlib вот собственно следующий код как раз показывает как можно отобразить в ноутбуке рисунок однако стоит учитывать то что matplotlib отображает изображение в режиме rgb то есть red green blue в то время как изображение находящийся в open cv находится в режиме blue green red то есть blue и red находится как раз в разных местах и если отобразить отобразить рисунок как есть то можно заметить то что изображение будет некорректно то есть синий и красный цвета будут заменены чтобы исправить это можно воспользоваться функцией cvт color и применить изменение цветовых каналов изображения таким образом изображение будет показываться корректно сохранить изображение можно с помощью функции им райт по умолчанию если не задан путь а только название изображения он будет сохраняться в папке где находится ноутбук также open cv обладает и функциями рисования простых фигур и более сложных линий например мы попробуем нарисовать логотип open cv сначала мы создадим черный квадрат то есть заполним нулями квадрат размером 512 на 512 нули получается в open cv это три нуля это черный цвет три числа 225 это белый цвет вот соответственно заполнить его нулями мы получим черный квадрат затем мы можем нарисовать круги в данном случае мы рисуем красный и зеленый круг так вот как должно выглядеть в итоге мы рисуем красный круг зеленый круг и маленькие черные круги в его центре чтобы как как будто бы обрезать групп на самом деле мы просто накладываем на него цвет черный цвет затем мы создаем черный треугольник вот этот зеленого и красного круга, причем вершинами треугольника являются центры красного, зеленого и еще не нарисованного синего круга. Затем мы поверх черного треугольника рисуем синий круг, маленький черный круг внутри него, а также еще один черный треугольник для обрезки за синего круга. Таким образом мы нарисовали круги и можем добавить текст. Текст также можно добавить разным шрифтом, разным стилем. Вот что у нас собственно получилось. Также рассмотрим основные операции с изображениями. Можно работать с пикселями, так мы, например, можем получить значение пикселей по координатам столбца. Например, по координатам 500-500 мы получим значение синего пикселя, зеленого пикселя и красного пикселя. Также можно получить значение конкретного цвета, указав его номер, соответственно, в палитре цветовых каналов. То есть, например, чтобы вывести только синий цвет, нужно указать 0, насколько синий идет первым. Также можно изменять значение пикселей в указанной области, при этом это не обязательно должен быть один конкретный пиксель. Вот, например, тут задается квадрат 50 на 50 пикселей, и ему присваивается значение 225, 225, 225. Как я уже говорил, это означает белый цвет. Вот что у нас получилось. Небольшой белый квадрат. Также можно получать значение цветов немного другими способами, но, в принципе, это будет аналогично тому, о чем я рассказывал недавно. Можно изменить значение цвета и, соответственно, при выводе оно уже изменится. То есть, у нас было 98 у красного пикселя, мы поменяли его на 0. То есть, указали местоположение, указали цветовой канал и указали значение. Таким образом, значение изменилось. Также можно работать со свойствами изображения и, соответственно, просматривать их. Мы, просмотрев свойства изображения, мы можем посмотреть его размер и цветовой канал. То есть, у нас изображение с лисой было размером 800 на 800 пикселей и имело три цветовых канала. Соответственно, размер изображения – это его длина, умноженная на ширину и умноженная на количество цветовых каналов. Также можно получить тип данных изображения. Работая с каналами, можно выделить отдельно цветовые каналы, которые присутствуют в изображении и, возможно, даже, вернее, и также можно их поменять, например, местами или изменить. То есть, мы можем сначала разделить, а потом соединить как каналы в одно изображение, предварительно поменяв их. Например, также можно изменить полностью один канал. Тут мы изменяем по всем пикселям канал 2. То есть, третий канал – это канал красного цвета. Вот. У нас так получается, что теперь красный цвет обнулен и, как мы видим, на изображении больше не присутствует красный цвет, а что у нас было в оранжевых оттенках, приобрело зеленый. Также можно создавать границы изображения пятью разными способами, но по факту их скорее четыре, потому что один способ очень похож на другой. Вот у нас есть оригинальное изображение. Можно добавить границы, расширив те пиксели, которые находились, как бы продлив те пиксели, которые были у краев изображения, то есть, репликация. Вот у нас расширилась буква P и добавилась, как края. Также можно зеркально отображать те пиксели, которые были близки к краям. Тут, например, зеркально отображается синий, красный круг, зеленый круг, зеленый-красный, также название. И второй способ, аналогичный предыдущему, если честно, я не очень понял, чем они отличаются, поскольку конкретно в этой картинке они дают одинаковый результат. Также можно отражать зеркально, но наоборот. То есть, например, к верхнему краю у нас подходит синий круг, а отображаться он будет у нижнего края. Точно также влево-вправо инвертируется и, соответственно, вниз-вверх. Также можно задать края просто константой. То есть, вот тут мы задали цвет и здесь присвоили ему значение. Ширина, размер краев у нас, соответственно, 20 пикселей вот здесь. Также с изображениями можно проводить арифметические операции. Например, если мы складываем значение пикселей просто через обычную операцию сложения, то когда у нас происходит переполнение, то есть значение пикселей становится больше, чем максимальное. Например, в данном случае это 260, хотя максимальное значение это 255, то значение становится равным остатка отделения на 256, то есть максимальному значению в данном типе. То есть там 255, но если считать 0, то 256 получается. Таким образом, у нас будет 4, что не совсем корректно, разумеется, при работе с изображениями. А вот метод add, соответственно, в библиотеке CV позволяет при переполнении просто присваивать максимальное или минимальное значение. То есть, например, если у нас будет 260, то значение пикселя будет 250, а если значение пикселя по каким-либо причинам станет отрицательным, то метод add отобразит его как 0. Также можно смешивать изображение с помощью весовых коэффициентов. Сначала мы изменяем размер изображения с лисой аналогично размеру логотипа библиотеки, чтобы они корректно друг на друга наложились, затем присваиваем первому изображению с лисой коэффициент 0,7, а логотипу коэффициент 0,3. Таким образом, у нас происходит свешивание, и мы видим, что картинка накладывается друг на друга. Также важным термином в работе с изображениями является region of interest или ROI, регион интересов, то есть интересующая область изображения. Например, для накладывания двух изображений мы выделим интересующую область на картинке с лисой, но в этот раз мы не будем изменять ее размер. А именно мы выделим область, а именно сначала мы получим свойства изображения логотипа, то есть его столбцы, его строчки и цветовые каналы, после чего мы выделим как интересующую область левый верхний край изображения, так, чтобы он подходил под размер логотипа. Вот, соответственно, изображение, которое у нас получилось. Затем мы обработаем уже логотип. Сначала мы создадим изображение оттенка серого, потом мы создадим маску логотипа с помощью пороговой функции, о которых мы поговорим в дальнейшем сегодня тоже. Затем мы создадим инверсию маски с помощью инвертирования каждого бита. Вот у нас получается не инвертированная маска, а вот инвертированная маска. Соответственно, в инвертированной маске у нас черные значения – это все нули, а белые значения – это все числа 255. Таким образом, можно добавить темный логотип в ROI по битовым умножениям. Соответственно, где у нас на логотипе было белое значение на картинке с лисой, где цвет не изменился, а вот где у нас было черное значение – цвет изменился, и теперь он становится черным, поскольку все значения приобрели нули по битовым умножениям. И, наконец, можно переместить уже цветной логотип в интересующую область с помощью функции add. То есть мы уже в этот раз переносим цвет и отображаем всю картинку. Вот что получилось. Также можно обнаруживать нужные цветные изображения. Сначала можно посмотреть вообще, какие у нас цветовые палитры есть и какие цветовые флаги, вернее. Вот такой функции, какие цветовые флаги есть в OpenCV. Тут достаточно много. Также можно использовать цветовую модель HCV, в которой координатами цвета является цветовой тон, насыщенность и значение цвета. Для цветового тона имеется диапазон от 0 до 179, а для насыщенности и значения от 0 до 255. Мы можем конвертировать значения как раз в новую цветовую модель, затем определить диапазон оранжевого цвета, нижний и верхний. На самом деле это я просто посмотрел в интернете, значение этого диапазона. В принципе, потом можно уже научиться самому подбирать. Затем мы делаем маску с помощью порога изображения, указываем изображение, нижний и верхний порог оранжевого цвета соответственно. И по битву умножаем маску и оригинальное изображение. Вот что у нас получилось. Мы искали оранжевый цвет на изображении с лисой. Маска у нас выглядит так. Все, что не имеет оранжевый цвет, у нас будет черным. Все, что имеет оранжевый цвет, белым. То есть все биты тут будут иметь значение 255. Исходное изображение и соответственно битвое умножение приведет к тому, что оранжевый цвет останется оранжевым, а все остальные цветовые элементы приобретут черный цвет. И таким образом мы получим только оранжевую область. Теперь рассмотрим геометрические преобразования изображений. Для начала изображение можно масштабировать. То есть конкретно вот здесь можно увеличить в два раза по осям X и Y, а также заполнить недостающие пиксели каким-либо способом. Например, тут применяется линейная интерполяция. Также, разумеется, это можно делать не обязательно с коэффициентом 2, они не обязательно могут быть одинаковыми. Вот можно посмотреть результат, который получился. Опять же, вывести не могу тут. Но, по сути, у нас изображение увеличилось ровно в два раза по обоим осям. Также стоит учитывать термин афинное преобразование, то есть отображение плоскости или пространства в себя, при котором параллельные прямые переходят в параллельные прямые, пересекающиеся в пересекающиеся, скрещивающие в скрещивающиеся. То есть это такое преобразование, при котором размерность пространства остается такой же. То есть если было двумерное пространство, оно остается двумерным, трехмерное и трехмерным. При этом преобразование является непрерывным, взаимно однозначным, и пространство не искажается. Основные виды – это смещение, поворот и растяжение сжатия. По сути, масштабирование, когда мы увеличивали изображение в два раза, является частным случаем растяжения. Вот здесь пример афинного преобразования. Мы использовали в качестве исходного изображения клетки тетради. Сначала мы указали точки в исходном изображении, затем мы указали эти же точки, но уже в желаемом изображении, при этом их местоположение в пространстве изменилось. Затем мы получили матрицу афинного преобразования и получили на основе этой матрицы новое изображение. Как мы видим, пространство здесь не исказилось, все параллельные прямые являются параллельными, все пересекающиеся прямые – пересекающимися. Далее идет смещение. Мы можем сместить изображение относительно его исходного положения, как в данном случае мы, например, сместили его вправо на 100 пикселей и вниз на 50 пикселей. При этом место, откуда смещается изображение, в данном случае становится черным. Также можно повернуть картинку на указанное число градусов. Например, в данном случае мы указываем 90 градусов, в таком случае изображение просто переворачивается на бок. Однако можно повернуть изображение не на ровное число градусов, в смысле полного оборота, а, например, на 120 градусов. И в таком случае у нас изображение частично обрежется, а место, где до этого было изображение, станет черным. Также есть перспективные преобразования. Для этого примера я сфотографировал документ, который у меня был с диаграммой Ганта, специально с не очень хорошей стороны. Затем я указал четыре точки на входном изображении, а именно края таблицы. Причем указывал я их примерно, то есть по координатам я посчитал, сколько это примерно будет и ввел. А затем четыре точки на выходном изображении, причем указал я их уже так, чтобы это изображение смотрелось ровно и представлялась собой квадрат эта таблица. Затем я получил матрицу преобразования и уже непосредственно выполнил преобразование. Вот что у нас было на входе. Правда, я забыл ввести функцию преобразования цвета, поэтому цвет немного поменялся, но я не думаю, что это важно. Вот что у нас получилось на выходе. Как видно, на глаз я указал не очень точно, но с другой стороны, в принципе, желаемый результат получился. То есть теперь изображение отображается корректно, то есть прямо. В дальнейшем можно будет, разумеется, улучшить конкретно вот эту задачу, применяя уже более сложные методы, такие как нахождение линий или другие. Вообще все вот эти методы преобразования активно применяются при аугментации данных, то есть это методика создания дополнительных данных из имеющихся. Такая проблема ограниченного набора данных обычно возникает при решении задач, связанных с обработкой изображений. То есть можно из одного изображения сделать 10, поменяв местами, возможно, выделив в некоторых изображениях как раз интересующую область, повернув как-то изображение. Изменив даже местами цвет и другими различными способами для того, чтобы улучшить качество модели и вообще иногда даже дать возможность обучаться моделям, поскольку иногда данных просто может не хватать. Затем рассмотрим сглаживание изображений. Для этого мы сначала рассмотрим создание шума. Вот здесь функция создания шума Гаусса, соответственно, по закону нормального распределения мы применим эту функцию к логотипу OpenCV. Вот у нас появляется шум и первый способ сглаживания это 2D-ствертка. То есть мы проходим матрицы 5 на 5 по всему изображению. При этом получается здесь работает усреднение, а именно в этой матрице 5 на 5 25 значений. И сумма всех этих значений делится на 25. Вообще свертка это основной элемент сверточных нейронных сетей, но в данной ситуации мы проходим ядром свертки просто отдельно и статично. Вот результат. Как мы видим, некоторые моменты размылись, но с другой стороны шум немножечко удалился. Затем идет усреднение, которое конкретно в данной ситуации вообще в принципе ничем не отличается от 2D-ствертки, потому что по сути просто пишется по-другому, но вот, например, с таким же ядром оно будет обладать той же самой функцией. То есть у нас имеется ядро 5 на 5, и мы будем считать для целевого пикселя, среднее значение по всем пикселям в ядре. Далее идет фильтр Гаусса, который использует уже не среднее значение, а средневзвешенное значение, то есть также по нормальному распределению пиксели, которые находятся близко к целевому, будут обладать большим весом и обладать, соответственно, большим влиянием на значение целевого пикселя, а те, которые находятся от него удаленно, то есть края матрицы, будут обладать меньшим весом. Вот результат. Как можно заметить, конкретно тут размытие краев стало немного меньше. Однако, вот следующие алгоритмы позволят оставлять края, еще меньше размывать края. Следующий тип сглаживания – это медианная фильтрация. То есть тут просто мы присваиваем центральное значение, если выставить их по порядку в матрице, центральное значение пикселей, то есть медиану. И таким образом, как мы видим, конкретно в данной задаче просто все отлично обработалось, причем края практически не размылись. Ну и последний, наверное, самый такой сложный способ фильтрации – это двусторонняя фильтрация, которая также применяет фильтр Гаусса, но по сути дважды, поскольку мы взвешиваем пиксели по пространственному компоненту, который штрафуют удаленные пиксели, и по компоненту диапазона, который штрафуют пиксели с разной интенсивностью. То есть пиксели, находящиеся рядом, но имеющие разную интенсивность, будут также очень сильно отличаться по весам. Это позволяет как раз устранить проблему сильного сглаживания краев. Но результат оказался чуть лучше, чем, например, в обычном фильтре Гаусса или в усреднении, но, как мы видим, медианная фильтрация справилась лучше всех. Но поскольку тут шум был достаточно небольшой, и находя медиану, мы полностью устранили вот эти элементы шума. Сейчас рассмотрим морфологические преобразования. И первое преобразование – это эрозия. Морфологические преобразования проходят, в принципе, примерно по такому же принципу, что и сглаживание. То есть мы имеем матрицу в данном случае 3х3 и проходимся по всему изображению. Отличие только в том, что мы можем, например, указать число итераций и проходить этой матрицей несколько раз. Суть эрозии заключается в том, что если хотя бы один элемент в матрице является нулем, то целевой пиксель также обнуляется. То есть таким образом мы уменьшаем изображение, как происходит его эрозия. Если применить такой фильтр несколько раз, то есть задать, например, число итерации 3, можно сделать изображение очень тонким или вообще попросту удалить его, тогда останется только черный квадрат. Следующая операция – это расширение, которое является обратной для эрозии. Теперь, если хотя бы один пиксель в ядре оказывается равным единице, то тогда целевой пиксель также становится белым получается. Таким образом можно расширить изображение. Затем идет открытие. По сути, это эрозия, за которой следует расширение. То есть применяются сразу две операции. Таким образом можно устранить шумы или различные другие проблемы, например, какие-то изъяны в самом изображении, когда, например, какой-то элемент не отобразился, или, например, в исходном изображении что-то было стерто, например, если мы обрабатываем документы какие-то. Для этого мы сначала, для того, чтобы посмотреть, как работает открытие, мы опять создадим функцию шума, но на этот раз это будет шум соли и перца. То есть соль – это белые пиксели, а перец – это черные пиксели. Таким образом мы случайно создадим белые и черные пиксели в изображении. Вот что у нас получилось. Применение открытия смогло устранить все белые пиксели на черном фоне, однако черные пиксели, во-первых, устранились не все, а во-вторых, местами само изображение чуть-чуть уменьшилось. Однако следующее преобразование закрытия показало намного лучший результат. Закрытие – это, наоборот, расширение, за которым следует эрозия. После применения закрытия мы уничтожили все белые пиксели, а также все черные пиксели, поскольку во время расширения все вот эти пиксели сразу удалились, а уже после эрозии изображение приобрело изначальные пропорции. Затем идет морфологический градиент – это разница между эрозией и расширением. То есть таким образом можно получить края изображения, как при этом внутри оно будет полом. Следующее преобразование – это цилиндр, это разница между входным изображением и его открытием. Вот тут, чтобы хотя бы как-то было видно, что изменилось, я применил достаточно большой фильтр 9, поскольку там размер ядра поставил большим, потому что если бы он стоял маленьким, было бы непонятно, что происходит. Также есть черные шляпы – это разница между входным изображением и его закрытием. Вот что получилось. Во время выполнения морфологических преобразований необязательно использовать ядро по умолчанию, то есть квадратное ядро. Можно создавать свои структурные элементы, ну вернее, пользоваться структурными элементами, которые имеются в библиотеке OpenCV. Также у нас есть прямоугольное ядро, которое по сути является аналогичным ядром, которое используется по умолчанию, но можно выбрать другие ядра, например, эллиптическое ядро или крестообразное ядро, которое уже обладает, ну как минимум крестообразное ядро, обладает достаточно интересной структурой. Последняя тема на сегодня – это короспоровые преобразования, о которых немного чуть раньше говорилось. Сначала мы рассмотрим простые пороги, их будет 5. Рассмотрим мы их на изображении градиента, переходящего от черного к белому. Первый простой порог – это бинарный порог. Если значение больше указанного порога, то оно принимает заданное значение, в данном случае 255, то есть это белый цвет, а если меньше – обнуляется, то есть в данном случае это черный цвет. Если у нас значение было больше 127, изображение становилось белым, если меньше – черным. Обратный бинарный порог. Если значение меньше указанного порога, оно принимает заданное значение, то есть становится белым, а если больше – обнуляется, то есть становится черным. В данном случае мы видим обратную ситуацию. То, что было меньше указанного порога, стало белым, то, что было больше, стало черным. Усечение. Если значение больше указанного порога, то оно принимает заданное значение, то есть белое, а если меньше, значение не изменяется. То есть мы видим, что все, что было меньше указанного порога, осталось таким же. И обнуление. Все, что было до указанного порога, обнуляется, все, что было больше, остается прежним. В каком-то смысле это обратная функция усечения. Однако при этом есть обратное обнуление. Если значение больше указанного порога, оно принимает значение 0, то есть обнуляется, а если меньше, значение не изменяется. В таком случае у нас исходное изображение стало практически черным. Всего небольшая полоска обладает светлым цветом. Однако существуют ситуации, когда изображение нечеткое, на изображении присутствуют тени, разные световые пространства, и в таком случае применение простого порога, то есть грубого порога, возможно, будет неэффективным. Для этого существуют адаптивные пороги. Мы рассмотрим адаптивный порог на примере того же изображения с диаграммой. Пример, наверное, не очень корректный в плане постановки задачи, поскольку тут, в принципе, и простой порог показывает себя хорошо, но все же можно посмотреть разницу. Сначала мы применим обычный порог, то есть с порогом значением 127. Мы получим вот такое изображение. То есть все, что было меньше этого порога, стало обнулилось, все, что было больше, стало чисто белым. Затем мы применим первый адаптивный порог, который считает среднее значение площади соседства, который высчитывает пороговое значение как среднее значение площади соседства, то есть размер района, в данном случае это 11, минус константа, в данном случае это 2. Таким образом, он просто считает среднее значение внутри площади и вычисляет порог. Как мы видим, вот тут конкретное изображение получилось намного хуже, чем и было изначально, и было в простом пороге. Однако есть еще адаптивное пороговое значение по Гауссу. То есть мы уже считаем не просто среднее значение по площади, а взвешенное также значение по площади. По площади, в принципе, по такой же формуле, но теперь мы уже смотрим так, что пиксели, которые находятся близко к целевому, обладают большим весом. Таким образом, тут изображение получилось лучше, чем при обычном среднем адаптивном пороге. Но в данной ситуации, наверное, даже простой порог будет лучше, хотя, возможно, такой порог тоже подойдет. И последнее. Это бинаризация ОЦУ. Это алгоритм вычисления порога бинаризации для полутонового изображения. Алгоритм позволяет разделить пиксели двух классов. Это полезные и фоновые, рассчитывая в такой порог, чтобы внутриклассовая дисперсия была минимальна. Мы уже будем рассматривать на таком сильно зашумленном изображении, где показана ладонь и также очень сильные шумы. При простом пороге изображение практически не изменилось. Вот мы видим цветовую гамму, и она такая вот все время одинаковая. Применяя бинаризацию просто как есть, мы также, бинаризацию ОЦУ, мы также ничего не добьемся, так как у нас тоже ничего не изменилось. А вот если мы применим изначальный фильтр Гаусса, то уже будет некоторый эффект. Как минимум, у нас изменится цветовая гистограмма, и при обработке бинаризации ОЦУ мы уже четко увидим руку и другие силуэты, которые были на изначальном изображении зашумленном. Вот. Это все, что я сегодня хотел рассказать. Спасибо за внимание. Да, Тимур, спасибо большое за обзор. Это, получается, первый обзор, я так понимаю, по OpenCV. Так, хотел уточнить несколько вопросов. У меня есть коллеги также, давайте, наверное, подключайтесь, задавайте вопросы, я потом задам свои. Прошу прощения, можно еще раз пояснить? Вы в самом начале сказали про альфа-канал, который отвечает за прозрачность. Как он выражается? Ну, то есть, в моем понимании, у нас любое изображение кодируется тремя каналами, а вот можно еще раз пояснить про альфа-канал, я не совсем понял, что это, и как он вообще выглядит. Ну, на самом деле, тут я просто поясняю, что это такое. Да, конкретно до прозрачности я еще как бы не разбирал ее конкретно. Вот, я просто говорю, то, что изображение можно загрузить с альфа-каналом или без. То есть, ну, скорее всего... А, это же дополнительный канал, то есть, есть вроде вот три канала цветовых, есть еще четвертый, если я правильно понял. Вот, но если честно, вот конкретно вот это подробно я не разбирал, я просто вначале сказал то, что изображение можно загрузить с альфа-каналом, если присутствует прозрачность. Хорошо, понял. Так, у меня был вопрос, правильно я понимаю, что все вот эти методы, они работают на процессоре, потому что я нигде не увидел, что там к видеокарте можно обращаться. Или можно как-то это делать на видеокарте. Так, и если честно, я это не смотрел. В следующих итерациях можно глянуть. Вот, и по поводу адаптивного порога, вообще, есть ли какие-то там встроенные методы измерения качества? Потому что мы сейчас смотрим визуально, можно ли как-то померить, насколько, скажем так, данный порог отрабатывает. То есть, какую-то метрику задать по измерению качества. Ну, на самом деле, я думаю, можно это сделать, но вот я, если честно, не добавил это. Вообще, вроде, это предполагается. Ну, вернее, не предполагается, это можно реализовать. Ну, да, реализовать можно, но можно руками написать. Но вопрос, может быть, есть что-то встроенное. Просто одна из проблем, которая в этом сталкивалась, то есть, была реальная задачка, допустим, на справу нехти выделять плакаты с заправочных станций, фотографии приходят, там плакаты, их надо выделить. Они в совершенно разных там условиях, зимой, летом, там бывают разных размеров. Вот. Ну, я ее тогда решал сегментацией, нейронками, но наверняка можно было и классическими методами это решить. Вот, и, собственно, классика у меня получалась плохое качество, и из-за того, что в основном тяжело очень пороги подобрать, но они постоянно плавали то туда и то сюда. Вот. И, собственно, вопрос, вот, возник, как, собственно, пропустить этот градиент в сторону порогов, подбора оптимальных порогов, если мы понимаем, как эту ошибку измерить? Я поищу это, если есть готовые алгоритмы, то я расскажу об этом в следующий раз. Хорошо, да, спасибо. Так. Так, ну, у меня пока все по вопросам. Так, коллеги, еще, если какие-то вопросы есть, давайте. Так, вопросов пока нету. Тимур, спасибо, тогда присылай итоговую версию, я ее оформлю и размещу. Вот, ну, и продолжаем, да, вторую часть тогда. Так, приветствую всех. Давайте сейчас попробую открыть. Позвольте вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok